МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А популярность постоянных участников этой передачи, Хрюши, Степашки, Филли, Каркуши, поистине огромна. И доказательством этого служит полный зал Дворца культуры Мир, куда пришли поклонники этих героев в сопровождении своих мам, пап, бабушек и дедушек. А известная телеведущая этой программы, тетя Валя, поистине всенародная любимица. Все мы помним ее не только по этой детской передаче, но как ведущую программу от всей души. Аналога которой нет на современном экране. Валентина Михайловна Леонтьева, народная артистка, лауреат премии Ленинского комсомолна, довольно бодро вышла на сцену Дворца культуры. Несмотря на возраст и тяжелую болезнь, встречи с детьми для нее всегда праздник. Здравствуйте, мои дорогие девочки, мои дорогие мальчики, мои дорогие мамы и, конечно, дорогие папы. Может быть, даже есть и бабушки, и дедушки. Это было бы прекрасно. Я бесконечно рада и хочу сказать вам, что мы даже не ожидали, что вас тут будет много. Ни одно поколение россиян, можно сказать, выросло на передаче «Спокойной ночи, малыши». Но мало кто помнит, что впервые эта программа вышла в эфир в 1954 году и все время оставалась в списке самых рейтинговых передач. Сначала вели ее только два персонажа – Фили и Степашка, а затем появился симпатичный поросенок Хрюша и ворона Каркуша. Менялись актеры, озвучивающие зверушек, но неизменно оставалась ведущая – тетя Валя. Ей писали письма дети со всей России, делились своими бедами и радостями, дарили подарки любимым зверушкам. Валентина Михайловна в этот вечер вспоминала разные забавные эпизоды, а ребята с удовольствием слушали рассказы, дружно хлопали выступлением своих любимцев – Фили и Степашки, Хрюши и Каркуши. А после концерта у гримерной, где находилась Валентина Михайловна, выстроилась огромная очередь. Все хотели получить автограф популярной телеведущей. Валентина Михайловна с удовольствием общалась с каждым малышом. Вот обычно как дают автографы звезды, да? Тетя Валя, Валентина Леонидовна, а я не могу без этого, мне нужно обязательно что-то сказать. С ней очень приятно разговаривать, она добрый, открытый человек, не случайно к ней так тянулись люди, доверительно рассказывая ей обо всем. Сейчас, вспоминая свою жизнь, она говорит. Я должна вам сказать, что я очень счастлива, очень люблю. У меня прекрасная жизнь. Меняются времена, меняются люди, но все мы прекрасно помним и любим эту замечательную женщину. Такие вот передачи запоминающиеся, и гостяку сказки, и столько лет, спокойно ночью, малыши, ни одно поколение выросло даже на этой передаче. И вот эта вот передача, действительно, которая вызывала слезы от всей души. Какая для вас ближе, какая для вас цикле, ваша придача? Вы знаете, я не могу сказать, если бы у меня было трое детей, мне бы сказали, какой вот ты больше любишь, этого, этого или этого. Я любила всех. Иначе бы я просто не работала. Если бы мне это не нравилось, я бы ушла. Лидия Михайловна, а что для вас вообще, вот телевидение в вашей жизни? Телевидение – это моя жизнь. Потому что у меня дом номер один – это телевидение. Я хочу сказать вам одно. Самое главное – я бесконечно люблю вас. Вот каждый, кто сейчас меня слышит. И я верю, что самое главное, ребята, вы будете расти. Вот самое главное, чтобы вы были добрым человеком, добрым мальчиком, доброй девочкой. Когда вы станете взрослым, вы поймёте, что как хорошо быть добрым. Отдавать – это прекрасно. Это самое замечательное – кому-то дарить, кому-то что-то делать приятное. Потому что если вы сделаете приятное своей подружке или своему брату или сестре, вот вы почувствуете, что вот я хорошо сделала. Так вот старайтесь всегда делать хорошо. Я вас очень-очень люблю. Каждая передача интересна по-своему. Но её успех во многом зависит от ведущего, его обаяния и доброжелательности, особенно в таких чисто детских программах, как «Гостях у сказки» и «Спокойной ночи, малыши». А Валентина Михайловна Леонтьева – это легенда отечественного телевидения, наглядный пример честного и бескорыстного служения своему брату.